Друзья мои, мы дома, мы дома давно, уже мы где-то полтора часа ехали от автовокзала. Сразу быстро забежали с Ашкэмом душ, естественно, началась работа, но вышла на балкон, когда вешала белье. Игрушки там собраны были, хотела крикнуть, Дэми, Марья, идите собирайте игрушки. Вот так вот, и не могла вообще ничего делать, слезы в глазах, да. Кто-то говорит мне, что устали-устали, не устала, друзья мои, пускай будет эта усталость, но это же все временно было. Сейчас придем мы с мужем, муж нормально, это я немножко устала, и все будет нормально. Многие мне там писали в комментариях, я вот в автобусе прочитала, да, и ответила за сколько дней впервые. И пишут мне, что жалеть Ашкэма, он устал, отвозит детей. Друзья мои, я задала моему мужу вопрос. Даже друзья его задавали, ты не устал? А он говорит, не устал, потому что когда они только начинали шуметь, ты их раз-раз-раз, и выводила на балкон, выводила в другую комнату. Говорит, нет проблем с детьми, это же дети. А сейчас он тоже скучает, все время вспоминает моменты, как это, да, они ему не родные, но он их очень любит. И в этом ничего нет страшного. Если мужчина любит меня, он должен любить моих детей. Я также люблю и буду любить его детей, когда с ним познакомлюсь. И его внуков намного больше буду любить. Это жизнь такая. Так что я возвращаюсь в свой обычный ритм. Наверное, завтра НДР сразу уснул, хотя мы проспали, но все равно где сидя спать, где лежа, это разные вещи. Такие вот дела у нас, друзья мои. Сейчас надо все перестирывать, делать генеральную и возвращаться к обычной моей жизни. Кстати, я в Лилибургазе столько кушала тесто, то есть пиццу, пиде, бюреки, булочки. И, наверное, на полкило только поправилась. Даже не поправилась, а уехала с одним и тем же весом. Все это, наверное, зависит от погоды. Я очень извиняюсь за мой вид. На мне одет сарафан. А сейчас я хочу показать вам, что купил мне мой муж в Лилибургазе. И хочу ответить вам многим на один вопрос. Мой муж не сидит у меня на шее. Мой муж смотрит меня, как жену. А я, если зарабатываю, тоже смотрю, помогаю. Все дело у нас общее. Как говорится, мы не смотрим друг другу в руки, кто купит. Если что-то не хватает, и я нахожусь в магазине, то я покупаю. И так же он. И я смотрю в свою семью, в своих детей. И, как вы сами понимаете, с внуками много не наработаешься. Я решила себе сделать отдых. Это был настоящий отдых, потому что мне было не до работы. Ну, а сейчас я приду в себя и начну работать. Мой бизнес это позволяет. Так как у меня пассивный доход есть, активного сейчас нет. Но есть пассивный доход. Мои ценные бумаги прибавляются в цене. Поэтому мне не страшен завтрашний день. И могу себе позволить посидеть на шее у мужа. Аж ГМ мой никогда мне не просил денег и не просит. Все я делаю от себя лично. Я считаю, что мы, если живем, у кого как-то деньги, должны все покупать вместе. А чтобы мой муж сидел на моей шее, то он получает хорошую пенсию. Так что он не сидит на моей шее. Друзья мои, я хочу показать вам, какие туфельки я купила себе. Мне очень понравился этот цвет. Это мой ник купил маяшкой. И он рассказывал, что мне очень понравилось. И вот у меня нога опухла, отекла дороги. И вот вторые вот такие на выход. Оригинальные, не так ли? Я сейчас вам скажу, сколько они стоят. Эти, вот в люли-бургазе, это кожаные. Люли-бургазе обувь. Дешевые, там скидки были тоже. Эти туфли стоят 180 лир. Со скидкой. А эти 135. 135 стоят. Со скидкой. Так что вот такие вот у меня обновки. От моего мужа. Доброе утро, друзья мои. Солнечного Мерсина. Друзья мои, я убеждаюсь в том, что лучше Мерсина ничего нет. Когда утром просыпаешься, и такая тишина. О, Боже, и такая. Солнышко светит тебе в глаза. Что может быть лучше? Тут как тепло. Посмотрите, я растетая вся жара. Там было холодно. Утром так не проснешься, не походишь в квартире. Я вчера вечером ничего не записывала. Потому что, сами понимаете, только с дороги. Еще делала трансляцию на втором своем бизнес-канале. Была трансляция, семинар у нас по бизнесу. Три часа там посидела. Потом занималась стиркой. Стиркой, стиркой. Вот смотрите, сейчас все раскладываю. Потихонечку надо все игрушки перемывать. Прядать их до следующего раза. Вот стирка у меня очень много. Сейчас буду это снимать. Другой вешаю. Цветы привела в порядок. Сухие, что были, все поотрывала. Они у меня сейчас хорошо выглядят. А что делать? Сухие зачем? Видите, что были сухие. Я вот так вот все поотрывала. И на той стороне некоторые цветочки засохли. Они привыкли каждый день водичку пить. О, Боже. Сегодня воскресенье. Обалденное утро. Желаю всем прекрасного утра. А я пошла в облупость. Сейчас приведу себя эти дни. И потом у меня очень много дел. Встреч с людьми. Знакомства. Я, друзья мои, готова для общения. Через несколько дней. Кто хочет со мной встретиться. Находится в Мерсине. Пожалуйста, пишите. Мы с вами пообщаемся и встретимся. Добрый вечер. Все стираю. Раскладываю. Пылесосю. Мою. Аж мне помогает. Сейчас вышла на балкон. Готовлю ужин. И смотрю. На эту горку. И это в парк. Нахлынули воспоминания, друзья мои. Кто-то мне писал, Наталья Глуш, писала из Молдавии. Что трудно будет. А-а-а. Оказывается, как трудно, когда смотришь на те вещи, которые связаны с теплыми воспоминаниями. Вот мое дерево. И Светлана уже не будет там сидеть. Я же не пойду одна сидеть. Да, вот оно, дерево. Ой, как тяжело. Вечерами и вот днем, когда есть возможность, читаю комментарии. И знаете что? Я просто поражаюсь. Какие люди, некоторые из вас, жестокие и злые. У некоторых настолько работает фантазия бурно. Они придумывают такие версии, о которых я вообще даже во сне мне не могла присниться. Откуда вам все известно, что будет, что есть в голове у моего мужа? Вы что, живете с нами или вы в его голове живете? Или в моей голове живете? Я просто поражаюсь вам. Вам что, больше делать нечего? Нечем заняться? Сидеть сутками и читать, перечитывать комментарии друг друга? Устраивать там переписки, наслаждаться от выделения желчи и яда друг с другом? Уважаемые женщины, займитесь своей личной жизнью. Чего вы сидите сутками возле этого ютуба? И ищите, как Шерлок Холмс и Доктор Ватсон? Просто я интеллигентный, воспитанный человек. Имею очень огромное терпение, хотя многие меня оскорбляют в ином. Но, может, я вам как-то потом расскажу это, об этом инциденте, что произошло. И вы, уважаемая, настолько ненавидите меня, моего мужа, моих детей, и идете очень по плохому пути. Кому я обращаюсь, она, наверное, поймет, так как она у меня в блоке. Она смотрит мои видео. Вы просто не боитесь, что Всевышний, он же все видит, это все вернется вам, бумерангом. Не только вам, вашей семье, вашим детям. Нельзя делать такие гадости, уважаемая моя подписчица. Почему вы так ненавидите мою семью, а лично меня? Вы способны на такое даже? Может, к вам обратиться к психиатру? У вас навязчивые идеи? Мне просто стыдно кому-то рассказывать о том, что вы делаете. Живите свою жизнью, оставьте меня в покое, мою семью. Бог все видит, моя хорошая. Бог вам, судья. Я вас прощаю за ваши поступки. Но посмотрите, вы не правы. Еще раз повторяю, Бог вам, судья. А вообще, комментаторы, я, наверное, человек 10 вчера заблокировала. Вы знаете что? Я очень терпеливый, еще раз повторяюсь, человек. Я много очень терплю, но почему я должна, когда открываю комментарии, должна нервничать, читать эту гадость, этот негатив? Но я не буду это больше делать. Мне не нужна ваша критика на моем канале. Мне не нужны ваши нравоучения. Это может быть совет. Но не настолько колки, настолько больно вы задеваете за душу. Я просто вас сразу буду банить, и все. Мне 50 лет, и я не переучусь. Вы мне не научите. Если вам не нравится моя речь, если вам не нравится, как я разговариваю, если вам не нравится мое видео, пожалуйста, отписывайтесь, я вас не держу у себя. Но вам что-то нравится, раз вы прицепились так ко мне. Идите на другие каналы, Господи. Но я вас буду банить. И желаю вам всем счастья, любви. И быть достойными людьми. Ведь все это, я еще раз повторяю, вернется бумерангом. Давайте жить дружно. Хватит уже разводить войну на моем канале. Да, вы пишите, что мне нравятся хорошие комментарии. А кому не нравятся хорошие? А кому нравятся плохим? Если вам будут говорить гадости, негатив, какие-то колкости в ваш адрес, вам это нравится? Я такой же человек, как и вы. Я пережила такое в жизни, что я не хочу больше негатива в своей жизни. Так что хватит заниматься и страдать. Не хочу просто выражаться. Не люблю я этот мат и все. Давайте жить дружно. Ведите себя достойно на моем канале. Я понимаю, предложение какое-то, совет какой-то. Но не углубляйтесь, пожалуйста, в мою семью, в моего мужа и в меня. Кстати, вчера какая-то новенькая зашла на мой канал и написала такие петиции. Господи, наверное, чтобы обратили на нее внимание. А она по образованию психолог. И, вы знаете, она себя вела так, как будто... Вот она написала мне... Боже, столько колкостей в ней было. Столько негатива было. Она обвинила меня в том... Вот видно, что она зашла просто так, залетела на мой канал, посмотрела какое-то видео. И у нее такой образ создался обо мне, что я и неграмотная, что я и бесприданного, что я и, прости, Господи, на меня мой муж смотрит. Какой же вы психиатр? Психиатр должен найти подход каждому человеку, а не писать вот это все. И не надо пиариться на моей странице. Я вас тоже скоро заблокирую, если будете еще так выпендриваться. Набирайтесь на своем канале сами подписчиков, а не таким образом. Живите дружно. А то к вам никто не подпишется вообще на вашу консультацию. И еще раз напоминаю, Бог все видит. Может, я не увижу, и другой человек не увидит, но от Бога ничего не скроешь. Просто я поражаю. Какой же вы психолог? Бог вам судья. Так вот, друзья мои, я в таком разочаровании. И что вы думаете? Я не буду видео снимать? Да я буду видео снимать. Да, у меня сейчас я не показываю мужа, хотя многие очень хотят, чтобы я показывала его. Я не буду показывать детей, потому что их нет. Не нервничайте, что я осталась одна. Я не одна осталась. У меня есть о чем вам рассказать. А если вам не нравится, пожалуйста, на выход. Нет проблем. Меня будут смотреть те, которые как мне, как семья мне. Которые советуют мне по делу. И я слушаюсь их. Которые, допустим, делают замечания. Но они реальны. Я смотрю на них. И это действительно так. Но будьте тактичны. И подумайте. Не сделайте вы больно мне, прежде чем вы это напишите. Всё, высказалось, стало легче. Будем продолжать работать, девочки, мальчики. Те, которые любят меня, которые любят мои блоги. Которые принимают меня такой, какая я есть. И я не работаю на федеральном канале, чтобы следить и быть обязанным разговаривать красиво. Потому что это мой блог. Это мой канал. Я как хочу, так я и буду себя вести на нём. И не указывайте мне. Если вы ничего не можете сделать и достигнуть такого, как я, то нечего меня унижать и учить чему-то. Чему надо, я тому научусь. А вам Бог, вам помощь, счастье, 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 любви огромной. И будьте счастливы со своими мужьями, какой бы они ни были верой. И не надо учить мне вообще ничему, не надо учить. Мне мама не будет учить. Мама может подсказать, но вы сама решение принимать, я буду сама. Субтитры сделал DimaTorzok